Чувствуется прям весна-весна. Самое главное запомнить, что планер в принципе сам летает. Вот если ты ручку будешь нежно держать. Сейчас не столько задача набрать, сколько почувствовать, что ты его контролируешь в спирали. Кому передать привет хочешь? Да, вообще так-то... Не до этого? Сейчас я, если отвлекусь, у меня сейчас что-нибудь сто процентов не так пойдет. Да у тебя все хорошо получается. Ого, круто. Получается? Ага. Вот этот вид должен быть потрясающий. Ого, круто. И посмотрим на облака, которые с одной стороны ниже, с другой стороны ниже. Это будет контентогвань. Карен, убери, чтобы параллельно склоны лететь. О, хорошо. Кажется да, что вот мы сейчас не проходим. На самом деле проходим. Оп. Ой, а камера же сзади летающая. Можно летать в шортах. И на лыжах кататься. Вот подъемник, да. И мы можем вот так по подъемнику. Чем мы не лыжник? Вот наша тень. Ой, красотища-то какая. Друзья, настроение бомба. Все-таки первый день весны, это первый день весны. Мотор. Ну как ощущения? Да вообще все хорошо. Готовишься к съемке? Да. Ладно, полетели. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. У нас сегодня полет юной леди. Катя летит. Сколько тебе лет, Катя? 13. Одна единственная проблема – вес. Но мы наш планер загрузили свинцовыми пластинами. Все отлично. То есть, с центровкой все хорошо. И это уже будет не первый полет, а следующий. Первый был позавчера и настолько понравился, что вот дальше кое-что. Будучи с небом, наверно. Не стесняйся. Залезай. Попробуем слетать. Покажу, как пилотирует на второй день человек с высокой мотивацией к этому. Ну и талантом, может быть. Погнали. Помнишь, я говорил, что можно мотор выпустить вторым способом? Да. Вот. Давай-ка попробуй. Вот. И до конца его держи, 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 держи. Толкай, 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 толкай. Хорошо, хорошо, хорошо. Закрывай крышечку. Все. Чуденько. От винта. Чувствуется прям весна-весна. Трехметровый поток. Причем такой плотненький, красивенький. Набираем. Кромко облачности сегодня, на удивление, высокая. Что-то там 2700, 2800 обещали. Что для первого марта это более чем удивительно. Видимо, чье-то желание летать так хорошо срабатывает. Кать, посмотри, с левой стороны камера. Ну, что скажешь? Да, вообще все хорошо. Все хорошо. Ты готовишь себя к управлению? Да. Хочешь попробовать спирали подержать планет? Нет, нет. Ну, давай, попробуй. Держи, ручку. Отдаю. Постарайся так же, как я, по кругу летать. Друзья, мы, собственно, и не тренировались-то особо. Первый день немножко в динамике полетали. Чуть ручку против крена влево немножко, влево. И сейчас на себя немножко. Ну, вот. Теперь от себя чуть-чуть. Вот, все. Ну, смотрите, первый раз в жизни. Так, теперь крена. Ставь немножко ручку вправо чуть-чуть. Я правой педальке помог сейчас. Вот, хорошо. Ну, поначалу тяжело. Самое главное, запомнить, что планер, в принципе, сам летает. Вот, если ты ручку будешь нежно держать, особо его не толкая, он так примерно и будет крутить. Очень хорошо. Не знаю, как этот ракурд сдать, что я не рулю. Ну, это до времена показать, что Катя рулит. Видно, как ручку держит вот отсюда, наверное. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Чуть-чуть. Меньше крен немножечко. Сейчас не столько задача набрать, сколько почувствовать, что ты его контролируешь в спирали, а ты его, в принципе, нормально без минус контролируешь. С учетом того, что это даже часа полетов нету. Да, вот что значит столько желания. Я сегодня был впечатлен тем, как Катя скакала по ангару. Она была везде, и ворота открывала, и что-то там то тащила, и это тянуло. То есть чувствуется из всей команды самое яркое желание летать. Любого инструктора подобное подкупает. И да, хочется показать, ну, не знаю, дать как-то максимум. Ну, поэтому я попробую сейчас сгонять вот туда на пик-дебир. Может быть, не успеем. Доберем кромку облаков. Погода великолепная. Попробуем выжать из нее максимум. К сожалению, у нас только час времени, потому что летать хотят все. Но выжмем из этого сейчас и максимум. Облако слева на 10 часов сформировалось. Да. То есть мы в этом потоке набрали, скажем так, сколько смогли. Я думаю, что посильнее поток будет вот под этим облаком. Там, где склон, там, по идее, должно быть все немножко сильнее. Давай проверим. Немножечко добавь скорости. 120 км в час у нас на переходе пускай будет. Добавь скорости 130 км в час, нос ниже. Хорошо. Здесь сейчас у нас минуса, где-то впереди плюса. Не попали в этот поток. Вправо поворачивай на 30 градусов. Нос ниже. Хорошо. Сейчас воткнемся в поток. И мы переживаем. Вот, пошел поточек. И теперь будем вправо крутить. Вот поток сильный, хороший. Да. Прям чувствуется, вверх тянет. Чуть меньше крем. Немножко меньше крем. Хорошо. Теперь больше крем немножко. Правый педаль, кто тебе помог у вас спокойно. Я чуть-чуть подправил его. Отдал ручку. Сейчас убери крем, надо протянуть по прямой немножко пройти в сторону подъема. Ну, довольно сложно все равно. Ну, непростой поток. Пока я немножко понабираю. Уж больно он такой злой. Злой, это в плане злой? Ну, такой он дерганный, видишь, нервный. Трясет постоянно, выплевывает. То есть он нас не хочет тянуть вверх ровно. Он вот постоянно с ним приходится бороться. То есть он постоянно за пределы потоков выкидывает. Да, да, да. То есть как такой пузырь. Необъезженный жеребец. Такой пузырь несется вверх, пытается нас все время сбросить с себя. Озеро, видишь? Да. Вот, скоро оно растает, будет очень красивым. Вот я сейчас, видишь, вернулся в поток, протянул по прямой. Вот она, серединка потока. И опять переходим на окружение по прямой. Отдал ручку тебе к оружию. Не переживай, что иногда поток как бы заканчивается. Но выплевывает нас чуть-чуть, крен меньше, ручку влево. Ага, хорошо. Молодец, носик чуть ниже. Ага, хорошо. Ну вот, стараемся окружить спокойненько. И повторю, не столько тебе сейчас качественную высоту надо набрать, сколько просто полетать по кругу, привыкать. Нравится? Да. Меньше крен сделай. Ночек ниже немножко. Нос задрался ниже, ниже, ниже немножко. Хорошо. И опять по кругу. Ручку вправо. Ты хочешь в левый круг? Ну, в левый. Нет, давай лучше правый. Старайтесь спираль не менять. Чуть меньше. Вот, хорошо, правильно ручка покнула. Теперь нейтрально все. И спокойненько пойдет по кругу у тебя. Что-то покачивает тебя, но нормально. В целом отправляешься. Для второго полета в жизни и сразу в потоке парить. Ну, друзья, посмотрите. Тринадцать лет, девочки. И летает на планере. Интересно, какие эмоции на лице не видно? Повернись в камеру, лупнись. Кому передать привет хочешь? Да, вообще так-то... Не до этого? Сейчас я, если отвлекусь, у меня сейчас что-нибудь 100% не так пойдет. Да у тебя все хорошо получается. Одно из основных правил планеризма – это уметь немножечко расслабляться. Вот как ты... Видишь, как я тебя отвлек, ты совершенно замечательно начала летать. Посмотри, как ты спираль держишь прекрасно. У меня студенты там через неделю так не летают. Вот, друзья, врожденный талант к пилотированию у Кати. Сейчас я, конечно, перехвалю. Всегда приятно видеть у человека огонь в глазах. То есть, вот когда видный человек пришел, ну, все, конечно, пришли, все ходят планер, языком цокают. Но здесь часто бывает, когда вот, вот как я делаю иногда, вот примерно такое же состояние у Кати. Поэтому я вдвойне рад, что, а, очень нравится, б, получается, но и чувствуется, что толк будет. Знаете, как всегда, хочется зародить искру такого желания странного в человека. Не знаю, пригодится это в жизни или нет, но это будет явно крайне позитивные эмоции, в том числе и у инструктора. Ну, посмотрите, ну, я же вот вообще никак не участвую в этом процессе. Второй полет в жизни. Первый был длиной 30 минут в врачную погоду. Посмотрите, как держит спираль. Э, студенты-двоечники, я вам это видео буду показывать, как это, учебное. Посмотрите, а? Кать, умничка. Я, конечно, тебя стараюсь не перехвалить, но как можно не хвалить, если вот все хорошо. Поэтому постарайся донеси немножко еще метров, наверное, 200 мы. О, смотри, какой ты хороший нашла. До 4 метров в секунду тебя забросила. Сейчас старайся держать ровненько-ровненько спиральку. Вот как все, делай все, как делала. Идеально у тебя. Ты прямо сейчас ядро потока зацепила и прямо его держишь. Супер. Наша текущая высота 2600 метров. Как выглядит наш набор на компьютере. Как выглядит ленивый инструктор Волков. Так, у тебя, видишь, выплюнуло. Я взял ручку. Смотри, если так вот выбросило тебя из потока, то есть получилось так, что под крыло поддуло и крен убрался. Ну, ты просто ручечкой заправь его снова в крен. То есть надо было ручку вправо дать и все. Отдал управление. Продолжай. А у нас, друзья, предстоит, видите, вот валанчик лежит. Мы хотим слетать куда-нибудь в красивое место и выпустить валанчика. И, может быть, с ним немножечко пошалить. О, нашла. Вот. Нормально, здорово. Молодец. Меньше крен немножко. Надо в крен обратно. А? Вот. Угу. Постоянно можешь корректировать. Спускай нос, чтобы разогнать планер до 150 км в час. И наша цель будет пик-дебюр на 10 часов. Видишь, гору большую? Да. Огромную. Вот мы на нее сейчас летим. Но первонаперво зацепим облачко, которое сейчас 11 часов у тебя. Да. Если ты когда-то полетишь в горе, ты зацепишь облачко. Вот здесь на этой линии нас должно придержать немножко. А дальше мы следующий поток возьмем, наверное, у пик-дебюра. Видишь, ты идешь по прямой, тебя придерживает. Если вот так тянет вверх... Ой, я взял ручку. Так. Сделаем кружочек. Уж больно, поток хороший. Поток на вершине выглядит, как такой фонтан рассыпающийся. Представляешься фонтан, да? Вот когда верхушка фонтана... Вот мы как шарик на верхушке фонтана. То есть где-то нас подымает вверх, но постоянно пытается с этого потока сбросить куда-нибудь в сторону. И верхушка фонтана может немножко подпрыгивать выше, ниже, выше, ниже. На 20-30 сантиметров, на высоте 10 метров. Так же и здесь бывают такие флюктуации. Нас где-то чуть подбросит, а потом раз, чуть опустит. Поэтому потоки надо уметь, наверное, бросать, чтобы не тратить время. Вот сейчас я показал тебе, как делать не нужно. Я погнался набрать там 50 метров, но я набрал их, конечно. Но потратил на это несоразмерно много времени. Хорошо. Отдал тебе ручку. Продолжаем полет по тому же плану. Вот это облачко впереди, как раз на него сейчас летим. О! Сможешь на мальчиков так охотиться. Я тебе сейчас научу плохому. Я взял ручку. Мальчики обычно так на девочек охотятся. Они говорят, а хочешь потрогать облако рукой? Ну, девочка, конечно, говорит, ой, конечно, хочу. Ну, и ты дальше делаешь следующее действие. Я тебе научу. Будешь дальше летать на планере. Сможешь попробовать. Надо разогнаться под облаком, то есть не входя в него, потому что мы все-таки чтим правила визуальных полетов в скорости, запасаем энергию. То есть планера уже скорость не 120, а больше. Еще больше уже 150. Сейчас приготовься по моей команде. Откроешь форточку. Открывай форточку. Вот так, да, и ты смотри, вот. Ого, круто. Ну, получается? Ага. Посмотри на меня. Как тебе? Круто. Вот так вот. Так как пилотируешь хорошо, сможешь этот прием использовать и, так сказать, удивить какого-нибудь мальчика. Мы сейчас выше облака. За счет разгона мы выскочили на наветренную солнечную сторону облака и даже поднялись немножко выше него. Красиво? Да. Готово? Да. Погнали. Ю-ху! Вот этот вид должен быть потрясающий. Ого! Круто. И не говори. Оп! Ого! Ой! Невесомость. Как тебе невесомость? Круто! Мне прям понравилась мертвая петля. Особенно в момент невесомости, потому что очень красивые виды. Прям видно горы хорошо и лес. Это классно. Ну все, бери ручку, лети дальше. Так. Ну смотри, в какое красивое место мы прилетели. Очень люблю эту горку. Страшно иногда для ней бывает летать. Слушай, видишь, какая она огромная такая, вот эти обрывы ответственные. Человеческий мозг, если он там на каком-нибудь пологом холме, считает, что упасть нельзя. А когда такой обрыв, аж дыхание сводит. Ну, так оно и есть. А с левой стороны, как ты видишь, облака значительно ниже нас. Вот это тоже некоторый эффект конвергенции. Красиво? Да. С левой стороны остался заповедник Веркор. Мы на него не полетели, потому что очень кромко низкая. Я решил, что мы лучше вот этим криптом пройдемся и посмотрим на облака, которые с одной стороны ниже, с другой стороны ниже. Это будет контент огонь. Сама хочешь попилотировать? Ускал таких. Сможешь? Да. Ну, давай. Скорость 150 отдал ручку. Друзья, представляете, какой я сменный инструктор. Третий день в жизни летает. Катя, и такое я ей позволяю. Плавно убирай крен. Хорошо, чуть ближе к склону. Чуть-чуть ближе к склону. Ага. Убирай крен. Крен энергично убирай, хорошо. Да вот впереди облако, в облако мы входить не будем. Отвернем влево, потом. То есть мы считаем, что облако, по сути, это и есть гора. Из поднимающегося воздуха. Ну, кстати, нисходящий поток у нас был достаточно сильный. Оп. А здесь будет восходящий. И смотрим, что дальше. Ого. Ого-го-го-го. Дальше все чисто. Неожиданно, да? Очень красиво. И впереди Гренобль. Ну, он сейчас не виден. Я сейчас покажу носом на него. Где-то километров 40 до Гренобля осталось. Вот сейчас он прямо по курсу. А мы разворачиваемся, потому что нам нужно обязательно вернуться домой. и пройти перевалы. Это будет непросто. Тоже попадем еще в нисходящие потоки. Как я люблю такие полеты. Ну что, давай, твоя ручка, а теперь ты летишь. Грен убери, чтобы параллельно склонно лететь. Во, хорошо. И до скорости 150 идем, да. Что ты ощущаешь в такой момент, пилотируя в планеру таких скалов? Я даже не знаю. Наверное, больше просто такое ощущение какой-то радости. Потому что очень красиво. Да. Но это очень радость. Друзья, я согласен. Но это, конечно, радость при радость. Попали в какой-то мощный нисходящий поток. Да. В этом случае надо увеличивать скорость и скорее его проходить. И у нас некоторая проблема с перевалами впереди. Видишь, впереди как раз гора нам путь преграждает. Вот тот перевал мы скорее всего не пройдем. Я сейчас попробую вот в этот карман залезть. Может, мы там окажемся выше и перескочим. На левую сторону. А, смотри-ка, знаешь, как мы поступим? Видишь, с левой стороны. Вот туда пройти можно, а потом завернуть. Да, 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 мы сэкономим тем самым немножко расстояние. Давай попробуем сюда нырнем. Я этим путем, кстати, еще не разу не летал. Вот это знает, что он есть. Я сейчас пилотирую. Немножечко пошалим. Ю-ху! Вот так, по кувару. Ой, там лыжники. А? Лыжники. Лыжники? Да. Ага, точно. Вот эта скала торчит, конечно, тоже очень. Красиво. Да. Сейчас я попробую на нее так довернуть, чтобы она попала в поле летающей камеры. Может, получится. Вот мы, смотри, куда выбрались. Пик де Бюро, это то место, где мы с тобой вчера летали. С лыжниками, помнишь? Да. И по вот этим склонам с восточной экспозицией, мы бодренько сейчас будем двигаться дальше в сторону аэродрома. Я прижимаюсь к этим снежним полям. Должно быть очаровательно. Смотри, тропинка идет. Это следы то ли пешком, то ли на лыжах. Да. А, может, это вообще звери? Смотри, это звери. Да, кстати, скорее звери. Я думаю, что люди только, маньяки могут здесь бегать. Да. Хотя лыжники иногда такие места забираются, друзья. Недавно мы лыжника видели вот на вот этом склоне. Он тут тоже шалил. Опять прижимаюсь к рельефу. О, смотри, вот бегут, бегут, бегут. Видишь? Я тебе сейчас покажу эти козлы. Или кто там был? Посмотри, сейчас крылом покажу тебе на козлов. Внимательно наблюдай. Они на склоне. Один даже из них подскользнулся и упал на снегу. Вот крыло показывает где-то там. Сейчас пройдем еще раз. Наверное, их увидим. Аж забуксовал, бедолага, один. Где-то на два часа вот по склону они были. Двое. Два козла. Нету? Нет, видимо, он уже ушли. Эх, друзья, скрылись. Но козлы были просто. Такой букс он устроил. Может, хвостовая камера засняла это счастье? Выглядело, конечно, это потрясающе. Ну, как ты думаешь, перевал впереди мы проходим? Думаю, пройдем. Может пройти. Ну, сейчас посмотрим. Если скорость будет высокой на подходе, то перескочим его. Если нет, то я отверну налево. Сейчас у нас скорость 150 км в час. Сейчас 200. Я специально разгоняюсь, чтобы было пострашнее. Во! Вот здесь мы лыжника видели. Ну, и вот кажется, да, что мы сейчас не проходим. На самом деле, проходим. Оп! Ой, а камера же сзади летающая. Вот сейчас могли камерой, конечно, зацепиться. Вот это был бы мудаческий подвиг. Да, друзья, про камеру-то я забыл сзади, которая. Я не знаю, на скольких метрах она прошла это все. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, она, наверное, уже, конечно, не снимает. Мы давно ее включили, больше часа прошло. Бери ручку. Где-то прямо по курсу аэродром. Попробуй на него долететь. Сейчас у нас занятие по навигации. Помнишь, я тебе рассказывал, что в речке текут с Пикдебюра? Где Пикдебюр? Пикдебюр. Так. Вон он вроде. Да, вот это самая большая в радиусе 30 км у нас гора. Слева. Слева, да. Значит, течет речка. Выходишь на русло речки. И эта речка приведет нас на аэродром. На самом деле мы сейчас практически курсом на аэродром идем. Поэтому прямо на русло речки выходить не нужно. Она все равно выходит в долину, поворачивает чуть направо. Поэтому мы летим прямо. А я сейчас летающую камеру добуду нашу. Да. Было бы круто, если она еще снимает. Ну, посмотрим. Ты можешь, да, вот этот перевал таким образом пройти. Это будет грамотно. О, живая камера. Да. Слушай, она до сих пор снимает. Отлично. Значит, все засняло. Значит, все маневры с козлами у нас засняты. Да. Вообще шикардос. Слушай, это все маневры с Okay. Друзья, город Сер. О, я тебе сейчас, знаешь, что покажу? Самую старую в нашем районе электростанцию. Ее, к сожалению, разрушили, она работала, потом то ли собственники подсдорили, то ли еще чего-то, но в итоге ее и бабахнули. Все, высота меня устраивает. 120, 150. Погнали. 200. Я специально в самом конце буду разгоняться, чтобы гарантированно вхватила энергия. Пошел на разгон. 250. Вот это я прям обожаю. Шасси есть. Закрылок 10. Твоя рука левая на воздушных тормозах, правая на ручке. Высоты немного, начинаем правый вираж плавно. Будем с тобой афганский заход делать. Хорошо. Сейчас убери крен, по прямой немножко пройдем. Сейчас тебе полосу будет с первого раза очень тяжело поймать, но я тебе помогу, если что. Хорошо. Поехали направо. Ну, ага, хорошо, спокойно, 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 спокойно. Вот так, носик хорошо держишь. Продолжай разворот. Продолжай, продолжай, спокойно. Еще немножко ручку вправо-вправо, ручку чуть-чуть. Вот, теперь, ага, убирай крен. Ну, смотри, ты на 8 полосы попала сама. Убери крен, крен, убери ручку вправо, спокойно. Так, я закрыл тормоза, подлетим поближе, а то мы пешком еще потом будем ходить. Ручку чуть вправо, ага, все. И сейчас мне его полосу сядем. Ну, мимо полосы, что ж поделать, замри сейчас. Оп, все, я взял, дальше. На то у нас аэродром широкий, чтобы мы могли плюхнуться где хотим, и потом выехать на полосу. Это на самом деле не полоса, это рулежная дорожка, а полоса то, где мы приземлялись. Конечно, тяжело, когда аэродром действительно с полосой, тяжело вот эту дочь поймать. То есть ты видишь, да, что ты вроде как поймала, потом хочешь левый крен сделать, а уже земля рядом, уже много чего не наделаешь. Ну, в целом очень все хорошо. Все? Да? Ну как проходик? Супер. Прямо с таким звуком. Скажем так, он идеально у меня получился. Даже мясо и петлю сделали. Ух ты, ничего себе. Настоящий ботик. Итак, друзья, так может летать девочка на второй день жизни. Сама коснулась полосы, молодец. Надеюсь, будет летать и дальше. Браво! До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok